СПОРТИВНЫЙ ФАКТОВ 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 ВПЛЕЙОФ Но даже в этом случае у нас остаются лишь призрачные шансы на попадание в плей-офф. Тем не менее, следим за игрой и верим в сборную. А вот в станице Должанское, в Ейском районе, спортсмены верят только в погоду. Там стартовал чемпионат России по кайтбордингу. Это примерно как сноубординг или скейтбординг, но на воде. Но чаще всего в этом виде спорта кайтбордисты времени больше проводят на берегу, чем на воде. Причина простая – слишком сильный или слишком слабый ветер. Подождать нужной погоды пришлось и Асланбеку Бадаеву. Ветер с утра стабильный, можно выходить в море. Иван Доронин из Москвы еще не знает, что погода преподнесет ему неприятный сюрприз, но об этом позже. Трехкратный чемпион России, бронзовый призер Кубка мира, собирает свое снаряжение. Борт, доску, кайт воздушного змея формы парафойл, а между ними стропы. Настрой, говорит, боевой. Еще бы, через эту процедуру Иван за свою карьеру проходил сотни раз. Соответственно, уверенности хоть отбавляй. Я хорошо подготовлен и рассчитываю на хорошее место, на хороший результат. Настроение отличное. Кроме того, что соревнования – это праздник для всех нас. Мы собираемся все вместе, как бы единомышленники, занимаемся одним любимым делом. После сбора черно-оранжевый кайт Доронина поднимается в небо, и спортсмен выходит в море. Организаторы дают старт, а болельщики с берега пытаются наблюдать за развитием гонки. Участники проходят первый круг, и среди лидеров предсказуемо черно-оранжевый змей, то есть кайт Ивана. Только заезд у него нестабильный, спортсмен наводит из стороны в сторону. Зрители на берегу гадают, наверное, ветер изменился. И оказываются правы. Но условия, как говорится, для всех одинаковые, и лидерство Доронин не упускает. И приходит первым. Ветер был нестабильный, заходил то слева, то справа. Очень, наверное, от трех метров до шести метров. И падал иногда, я думаю, до двух метров. Очень слабый, и очень много пришлось делать поворотов. Не выходили на знак несколько раз. Но было интересно, стратегически, тактически. А вот Татьяну Булавину из Тулы погода подвела еще больше. Она вообще вынуждена была пропустить стартовую гонку. Для ее надувного змея-балонника ветра до шести метров в секунду оказалось недостаточно. Татьяне пришлось наблюдать за гонками с берега. И чтобы занять себя хоть чем-то, Булавина вместе со второй участницей чемпионата России приняла участие в фотосессии. Ну и немного потанцевала, наверное, чтобы быть в тонусе. Все хорошо, отдыхаем. У нас тут атмосфера такая замечательная. Загораем, купаемся. Если будет, конечно, хорошо было бы, если была бы определенность. Там стабильный ветер, там все дела. Знаю, что сейчас ты пойдешь, там настроишься, оденешься, все нормально. А когда то ли идти, то ли не идти, там ждать, это, конечно, немножко напрягает, но солнышко греет. В любом случае в своих 15 гонках Булавина участие точно примет. Именно столько вылазок в море должен совершить каждый участник чемпионата страны. И уже по их итогам будут определены победители. Конкуренция в женском зачете, конечно, скромная, всего две участницы. Но атмосферу праздника никто не отменял. Вообще, именно как спорт кайтбординг стали воспринимать в России не так давно. Всего 15 лет назад. И этого времени хватило, чтобы в нашей стране появились чемпионы мира. Правда, преимущественно в зимнем кайте. А вот у кубанских спортсменов результаты пока скромные. К примеру, на этом чемпионате России нет ни одного представителя края. Зато курорты Кубани – место постоянных сборов, тренировок и проведения соревнований самого высокого уровня. Асланбек Бадаев, Артем Лучко, Кубань, 24, Ейский район. А далее у нас герой недели Юрий Чеботарев, главный персонаж нашей традиционной рубрики. Готов поделиться с вами очередной историей из жизни. Субтитры создавал DimaTorzok У меня желание инспектировать. После этого у меня год перерыв был, так как я начал обслуживать переносы края, КФК. И на следующий год, через год я был рекомендован как на второй дивизион в качестве инспектора. Ну, вот так же, как и в судействе, так и в инспектировании. Со временем год-два, первый дивизион. Потом через два года я премьер-лигу начал инспектировать. И по часу инспектировал. То есть здесь у нас до 70 лет можно инспектировать. Если не будет никаких замечаний, никаких не будет. Еще каких-то там вопросов по работе, инспектированию. Где легче или все-таки сравнить нельзя? Не сравнить нельзя, потому что ты душой, как вроде бы арбитр. Ты хотел бы что-то сделать, как так, как ты считаешь, на поле. Но ты, к сожалению, не можешь это сделать. Таким был спортивный вторник. Хорошего вам вечера. Постарайтесь провести его с пользой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова